31 июля в Павлодарскую область приехал медицинский поезд. Он остановится на 9 станциях. Проект направлен на жители отдаленных сел, где нет поликлиник с узкими специалистами. Своё движение медицинский поезд начал еще более 40 дней назад из города Алматы. Павлодарскую область прибыл 31 июля. Всего в нашей области медицинский состав сделает 9 остановок. Более 40 дней мы проехали уже. Станции мы... Очень много станций, сейчас их наизусть всех не вспомнил. Но мы проехали Алматинскую область, Життесуевскую область, затем мы проехали ВКО и Абайскую область. Вот буквально третий день мы сегодня уже ведем прием в Павлодарской области. В общем мы 67 станций захватываем. И протяженность нашего пути 9949 километров. 7 вагонов, 4 из которых с медицинским оборудованием. 24 врача, которые могут дать полноценную консультацию и рекомендации. Население приходит целыми семьями, поскольку здесь принимают и детские врачи. В селе Коктубе к медицинскому поезду уже с утра тянутся длинные очереди. Кто-то пришел полечить зуб, кто-то проверить зрение, кто-то сделать флюорографию. Жители говорят, что в их поликлинике нет некоторых узких специалистов. И рады, что появилась такая возможность попасть на консультацию к врачам. Во-первых, это бесплатно, как бы, прямо надо говорить. И во-вторых, это как бы тоже, чем, например, у нас не все специалисты в больнице. И для населения это хорошо, выгодно и бесплатно, и все люди проходят. Мое мнение здесь у нас, например, я пришел к окулисту. У нас тут окулиста нет. Медстраховка тоже нет у меня сейчас. Я не могу как-то попасть в это. Спасибо вам там в этом. А вот сегодня говорят мне, оба глаза катарак. Через три месяца мне надо будет делать операцию. Все-таки хороший проект, что в каждом селом, в каждом отдаленном точке села, в отдаленных, сегодня вот такие специалисты нам обследуют население. В поезде есть необходимое оборудование для исследований. При острой необходимости врачи даже могут сделать мини-операцию. Также в одном из вагонов можно сделать флюорографию, сразу получить снимок. В основном пожилые люди приходят, хотят провериться, узнать свое здоровье. У нас аппарат цифровой, флюорография. Там облучение очень маленькое, тоза очень мало дается. Основное заболевание – десен, потом идет осложнение кариеза, и больше идет на удаление, потому что местное население не может, наверное, позволить себе с лечением. По возможности помогаем. 2 и 3 августа поезд будет находиться в селе Коктобе. На следующий день в Курколе. 5 и 6 августа прийти на осмотр смогут жители Моралды. 7 по 9 поезд будет находиться в селе Куркамыс, с 10 по 12 в селе Калкаман. 12 и 13 августа в Карасори, 15 и 16 в Щедерты. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, Ертесак, парад из Майского района.